Навеяно наукой, неокортекс, травма, лоботомия и реальные истории. 75 миллионов лет назад в жизни приматов и первобытного общества наметились большие перемены, трансформации, которые приблизили людей того общества к тем людям, которыми мы являемся сегодня. Их лбы начали округляться и становиться более выпуклыми, что означало рост неокортекса. Неокортекс означает новая кора в переводе с латыни. До этого момента у всех животных, у всех живых организмов на планете Земля было главным образом две структуры, так называемый мозг рептилии и лимбическая система. Мозг рептилии отвечает за все биологические процессы, за режимы сна, сердцебиение, за все то, что происходит в вашем организме и все то, что контролирует ваши жизненные показатели. Лимбическая система отвечает за все ваши эмоции, инстинкты и за все ваши хочу. Ну а неокортекс буквально расположился над этими двумя структурами и стал хранилищем рациональных центров вашего индивидуального опыта. А также неокортекс отвечает за сенсорное восприятие, выполнение моторных команд, сознание, осознание, мышление и речи у людей. И как вы догадались, теперь несложно проследить ход мыслей Зиммонда Фрейда, когда он говорил о том, что эго с его эгоистичными проявлениями и необыкновенными антисоциальными реакциями и инстинктами контролируется как бы настройкой сверху. Супер-эго – это моральные центры, которые подавляют реакции инстинктивные и заставляют их стать более социальными. Ход мыслей интересный, правда? И эти мысли буквально имеют что-то общее с анатомией. Неокортекс повел себя как настоящий захватчик и сегодня он составляет 80% от общей массы мозга. Как вы знаете, о мозге все еще до сих пор больше вопросов, нежели ответов. И поэтому, естественно, все ученые умы, все ученые лаборатории все решились изучать неокортекс. Ведь именно он, казалось ученым, отвечает за то, что нас сделало людьми умными, разумными и вот такими замечательными, непосредственными, необычными. Неокортекс равно человек разумный с его необыкновенно сложными ментальными операциями. Оды неокортексов поют все, кто только может. Но так было не всегда. Самые бурные исследования неокортекса начались в 1848 году, когда в одну из клиник в Вермонте, США, пришел человек с ломом, пробившим ему череп. Фемиас Гейдж был самым обычным американским строителем. И в те самые дни он трудился на строительстве железной дороги. Когда вдруг, при выполнении определенных работ, каким-то образом металлический стержень изловчился и, собственно, попал ему в череп. Сам стержень был диаметром примерно в 3 с небольшим сантиметром. И вошел он в череп Гейджа ниже левой глазницы. Выходной от ее стерана располагалось на границе лобной и теменной костей. Также с левой стороны. Рабочие испугались за своего коллегу, подбежали к нему на помощь, но, полежав пару минут, вот в неподвижном состоянии, он встал, отказался от всяческой помощи и сказал, что сам дойдет до клиники. Так и случилось. Наш герой сам дошел в клинику, сам рассказал докторам, что с ним случилось, шокировал их, и так начались исследования века. Исследования эти были, конечно же, по большей части, просвещены изменениям личности и психологического состояния Гейджа. На лечении он находился всего лишь 2 месяца, а это рекордные сроки, как мы понимаем, после такой серьезной травмы. И после этого он уже вернулся к самым обычным обязанностям, обычной работе и повседневности своих дней. Но все друзья вскоре начали отмечать, что это уже не тот имя, с которого они знали. Очень сильно изменился его характер, он стал скверным, вспыльчивым и очень сильно поменялись его ценности. Он ни с кем не уживался, со многими ссорился, и в очень скором времени потерял свою работу строителя. И что ему оставалось делать? Естественно, ездить по городам в весе, показывая себя, как вот буквально на арене, некую диковинку, он ездил со своим ломом, со своими снимками, и демонстрировал, что после такого ранения он все еще жив и функционирует. Сестра и мать отмечали, что он стал совершенно неуживчив, совершенно несносен. Вскоре у него развились эпилептические припадки, и во время одного из них он скончался. Это случилось 12 лет спустя, после травмы. Его тело и его ценный череп до сих пор находятся в Гарвардском музее медицины, куда он сам их, собственно, и извещал. Эта история поставила перед учеными больше вопросов, потому что, с одной стороны, потеряв достаточно приличную часть, около 6% своего мозга, человек все еще жив и функционировал. То есть вопрос о том, ну, значит, может без мозга как-то и жить, но с другой стороны, этот человек был уже совсем не таким, как был раньше. То есть, да, человек жив, но его личность претерпела огромные изменения. Полвека спустя после случая Финеаса Гейджа в никому неизвестных португальских лабораториях трудился психиатр и нейрохирург над разработкой некого средства излечения ментальных заболеваний. Эгэш Мониш, трудясь в своей лаборатории с мышками, обнаружил, что определенные иссечения, рассечения или уничтожения при фронтальных долей, приводит к абсолютно феноменальным результатам. Мышки начинают совершенно иначе себя вести, они становятся спокойнее и более контролируемыми. За эти свои исследования он получил Нобелевскую премию в физиологии и медицине за открытие терапевтического воздействия гликотомии, а на желоботомии, при некоторых психических заболеваниях. В начале 40-х годов и после Второй мировой войны лоботомия уже активно применялась как хирургическое средство лечения, шизофрении, обсессивно-компульсивных расстройств, агрессивного поведения и параноидальных наклонностей. Также в определенный момент лоботомию стали применять и для людей с криминальным прошлым. убийц, маньяков, рецидивистов и воров со стажем, так сказать, подвергали этой процедуре, потому что полагалось, что после нее они становятся смирными, спокойными и не способными причинить никому никакого вреда. На самом деле, эти люди превращались в то, что сегодня называется в овощей, в овоща, потому что у них абсолютно отнимали собственную волю. Очень много существует записей и отчетов о поведении людей после прохождения лоботомии. Это люди, которые не могли заниматься целеполаганием. Это люди, у которых полностью отсутствовала воля. Есть даже исследования, диалогов с людьми, прошедшими через эту процедуру, и у них спрашивали, а почему, а что ты будешь делать вечером? И они не могли ответить на эти вопросы. Спрашивали, почему, как ты воспринимаешь время, а что ты будешь делать на следующие выходные? Эти люди фиксировали, они отвечали, что для них вот это слово будущее, оно как будто бы не существует. Это как будто бы пустота, закрытая дверь, в которую хоть что-то честь, хоть не стучесть, но ты туда не войдешь. Действительно, люди переставали проявлять всяческие инициативы. Доходило вплоть до того, что их нужно было перемещать по комнатам в психиатрических клиниках, их нужно было перевести от столика, где они, предположим, играли в карты, к столику, где им нужно было принимать лекарства. При этом они могли разговаривать, а их инсультуальные способности в принципе не страдали, но вот этот компонент целеполагания, компонент будущих действий, проекции, будущее собственных планов у них просто отсутствовал. К слову сказать, очень неплохо эта история проиллюстрирована в произведении «Пролетая над внизу кукушки». Кому лень читать, можно посмотреть и фильм. По некоторым подсчетам этой жуткой процедуре, этой карательной процедуре и такому карательному лечению в одной лишь только Америке подверглась от 40 до 50 тысяч людей. До сегодняшнего дня мы назовем их «жертвы». До сих пор жертвы дают отчеты о том, как они пришли через эту процедуру. То есть это было в 50-х и в 40-х и в 60-х это уже захватили в годах прошлого века. В нашей стране, а точнее тогда еще в Советском Союзе, тоже пытались применять лоботомию, но у нас ее век был очень короток. Начали применять в 1946, а в 1950 уже были изданы все декреты, запрещающие подобную процедуру. Она у нас не прижилась. И по определенным подсчетам прошло всего лишь 152-172 человека через эту ужасную процедуру. После официальных запретов о поменении лоботомии в психиатрических клиниках по всему миру, в научном мире, казалось бы, все стало понятно. Мы теперь понимаем, зачем нужен неокортекс. Там воля, там планы, там все человеческое «я», все его посылы на будущее. Однако, в нашем веке случилось нечто интересное. 14-летний подросток, накушавшись, или не знаю, что уж там наделавшись наркотиков, Карлос Родриес угоняет автомобиль. Естественно, находясь в состоянии наркотического опьянения, он попадает в страшную, жесточайшую аварию, после которой он теряет добрую половину своего мозга, а конкретно своего неокортекса. И этот парень до сих пор жив, он прекрасно живет, он прекрасно функционирует и репортирует о том, что никакие функции его не пострадали. Более того, этот парень ведет блог, рассказывая в видеозаписи, как здорово он существует. То есть, все у этого парня нормально. Чуть позже во Франции средневозрастной мужчина обратился в клинику с жалобой на боли в ноге. Его исследовали, обследовали, ничего не нашли, такого, чтобы было явно и заметно, и отправили его, естественно, в компьютерную томографию, которая выявила нечто. У этого человека вместо того, что мы с вами привыкли видеть на месте двух полушарий, просто церебральная жидкость, а серое вещество всего лишь выстилает внутренний контур черепа. То есть, по краям мы видим, что вот около черепной кости есть некое серое вещество, а все остальное это церебральная жидкость. И этот парень функционирует, замечательно женился, у него есть дети, и всю свою жизнь он работает банковским клерком. Да, у него не очень высокая IQ, его, естественно, уже вдоль-воперек изучили, где-то примерно 75 равен его IQ, но при этом он живет и функционирует. И вот эти две истории перед ученым миром поставили два огромных вопроса и два огромных открытия. Первое, это то, что есть нейропластичность. То есть, утрачивая какую-то часть серого вещества и любого другого вещества мозга, функции, которые утрачены, берут на себя другие клетки мозга, оставшиеся и сохранные. Это стало называться нейропластичностью. А второй вопрос, это где же сознание? Ученым стало понятно, что сознание где-то и мы все еще его ищем. Существует огромное количество определений сознания и до сих пор неизвестно, где и какая точка мозга его реализует. В целом, стало понятно, что ничего не понятно. Нет, конечно же, в науке уже очень много исследовано. И есть очень-очень много деталей, очень интересных деталей, связанных с нейронаукой и с когнитивной наукой. Однако, эти все истории показывают, что неокортекс не какой-то оторвавшийся от всего остального новообразования, а все по-прежнему интегрально, интегрировано, связано, взаимодействует друг с другом. Человеческий мозг это необыкновенная структура, которую безобразно интересно изучать. Это наука, в которой до сих пор, как в звездном небе, еще так же много неизученных звезд. Я надеюсь, этот маленький экскурс в историю нейронауки вам был интересен. И, естественно, я по количеству лайков только могу понять, стоит ли мне продолжать эту рубрику и сделать для вас еще нечто из мира медицины или нейронауки. Парочка задумочек у меня уже есть, но вот как только вы меня пожите своими лайками, так я снова возьмусь за это дело. Если вам хорош настроение, cuidado с компетой. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok